здравствуйте вашему вниманию предлагается обзор по ситуации на мировых финансовых рынках с вами сергей костынка и так сегодня понедельник мы наблюдаем как китайский фондовый рынок растет несмотря на публикацию в пятницу очень слабых данных объема экспорта импорта а также сальдо торгового баланса похоже что местный финансовый рынок получает поддержку благодаря решению местных властей расширять меры стимулирования а вот будет ли этот процесс происходить в европе пока сказать сложно хотя по итогам заседания европейского центрального банка в четверг стало понятно что европейский регулятор ожидает рецессии в еврозоне во всяком случае риск ее начала в этом году действительно существует банк принял решение возобновить хоть и в ограниченной форме программу тел троо для поддержки банков на этой волне можно говорить о том что рынки действительно уже начинают осознавать что тот рост который наблюдался последние 10 лет действительно заканчивается мы кстати об этом неоднократно говорили еще в конце прошлого года на волне первых сигналов охлаждения роста китайской экономики также следует обратить внимание на чрезвычайные на чрезвычайно слабые данные по занятости в несельскохозяйственном секторе американской экономики которые публиковались в пятницу такие наислабейшие опять же хочу сказать цифры мы видели полтора года назад в июне семнадцатого года что это это первое си первые и яркие сигналы о том что действительно американская экономика начинает тормозить либо это что-то другое и может быть какой-то произошел технический сбой в подсчетах данных собираемых американским соответствующим министерством по труду пока сказать сложно но оценивая общее негативное настроение которое сейчас складывается на рынках я хочу предложить вам сегодня две торговые идеи а я буду говорить о двух валютных парах евро доллар и британский фунт американский доллар на мой взгляд пара евро доллар будет и далее оставаться под давлением на ожидании того что европейский регулятор не только не решится в этом году прекратить меры стимулирования возможно даже будет и далее расширять но процессе повышения процентных ставок просто не приходится говорить конечно же падение пары евро доллар оказывает сильнейшее давление на риск аппетит на финансовых рынках учитывая общую картину я я считаю что пара может сегодня продолжить свое снижение к отметке 1.1160 хотя есть вероятность ее локального отскока на волне частичной фиксации прибыли к уровню 1.1265 если этот уровень устоит я считаю что от него необходимо основа продавать пару с целевой отметкой 1.1160 также пару можно продавать если она упадет ниже уровня 1.1225 в отношении второй валютной пары британский фунт американский доллар хочу заметить что пара по-прежнему остается под влиянием брекзита неопределенность этого процесса неопределенность перспектив развития этой ситуации на мой взгляд на фоне возможной рецессии в еврозоне будет оказывать давление на пару учитывая это я считаю что пара может сегодня преодолеть отметку 1.2960 и устремиться к локальному минимуму 1.2895 ну что ж вот такая картина сегодня в понедельник формируется перед открытием торгов в европе мы продолжаем следить за ситуацией на мировых рынках а с вами был сергей костенко желаю вам удачи и до новых встреч